Во Владивостоке прошел логистический форум. На мероприятии обсудили, что для реализации комплексной программы ускоренного роста экономики Приморья нужно развитие транспортно-логистического комплекса. Приморье на 50% в год растут инвестиции. В РП региона составляет примерно полтора триллиона рублей. По поручению президента мы разработали программу ускоренного развития экономики Приморского края. Совокупный объем инвестиций порядка 900 миллиардов рублей. Если эти проекты реализуются до 30-го года, наш ВРП вырастет в два с половиной раза, а эффекты для федерального бюджета только от таможенных платежей за счет импорта грузов в год составят несколько триллионов рублей. На данный момент каждый второй морской контейнер России обрабатывается в портах Приморского края. Николай Стыцко отметил, что самое пристальное внимание уделяется развитию погранпереходов региона. Что касается погранпереходов, уже с 2024 года они будут модернизированы. В общей сложности порядка восьми раз увеличится их пропускная способность. Это означает, что те машины, которые сегодня стоят в очередях, больше там стоять не будут. Потом они поедут по нашим автомобильным дорогам. Те, кто ездил, знают, в каком они состоянии. Как мы решаем эту проблему? Уже сегодня нам выделяется федеральное финансирование. Со следующего года начнутся ремонты автомобильных дорог. В свою очередь министр экономического развития края рассказал о мерах поддержки экспорта ориентированных предприятий. Например, на базе центра «Мой бизнес» работает центр поддержки экспорта, который оказывает услуги и меры поддержки предпринимателям. По итогам прошлого года, если посмотрите, 250 экспортеров получили поддержку. Но в этом году мы уже на текущий момент видим, что 348 компаний также воспользовались его услугами. Ну, я думаю, в этом году мы можем, наверное, до 500 дойти. По словам Андрея Блохина, с помощью центра поддержки экспорта предприниматели могут разместить свои товары на международных электронных торговых площадках. Данной услугой воспользовались уже 33 приморские компании. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.